Они являются такими будящими, будящими, пробуждающими. И силистер аккуратно, чтобы не было головной боли, не начиналось она. И теперь наклончик вперед-вниз. Вот здесь очень важно стараться работать подбородком и шеей таким образом, чтобы не скруглять плечи внутрь. То есть мы с вами удерживаем равномерный корпус, удерживаем вытянутое положение позвоночника и работаем только верхушкой тела. То есть шейным отделом и головой. Здесь очень аккуратно переносите вес тела вперед и назад, потому что здесь идет колебание, давление, активное, может быть небольшое головокружение. Это норма. Переживать здесь не стоит. Есть. Опускаем подбородок вниз, ладошки скрепляем сзади в замок, кладем на затылок. Вот найдите, пожалуйста, затылочные бугры, так и называемые. Они находятся на самом деле вот здесь. Если большие пальчики положите сзади на затылок, вы вниз, там, где шея, переходят уже в череп. А вот они здесь, затылочные бугры. Вот таким образом мы с вами располагаем руки. Большие пальчики на затылочные бугры, остальные пальчики на затылок. Мы с вами начинаем очень медленно вытягивать пальцами большими кожу черепа вперед и немножко вниз. Вот здесь постарайтесь представить, что вы как будто снимаете голову с шеи. Вот как будто бы вам надо так вот себя раз и растянуть, отвинтить голову. Вот боролок у вас наклонен вниз. То есть сейчас вы на меня, по идее, смотреть не должны. Растягивайтесь вперед и старайтесь вытягивать кожу под пальцами рук. Ощущение должно быть следующее. Чем дольше вы начинаете любовать в этом положении, тем активнее начинает тянуться верхушка спины. Есть такое? Да, тут такое ощущение, что даже где-то от лопаток начинается движение. Есть. Вот эту мышцу желательно прочувствовать. Это очень зажатый отдел у современного человека, у женщины в частности, а у беременной женщины вообще. Вот, потому что здесь идет очень большое скопление напряжения. Поэтому эту мышцу, вот эту часть, комплекс мышц работает, желательно таким образом разгружать. Есть. Очень мягко поднимаем голову, переводим ладошки таким же образом на лоб. На лоб. И теперь таким же давлением, мягко нажимаем на лоб и как бы стараемся сдвинуть голову назад. Смотрите, здесь не запрокидывание головы, а сдвигание параллельно полу. То есть вы стараетесь голову сдвинуть от шеи параллельно полу назад. Да, вот такое движение. Какие мышцы будут подвигаться? Вот здесь, да, части, частично будут напрягаться горло, частично будут напрягаться мышцы ключично-сосцевидные. Грудинно-ключично-сосцевидные. Вот они, эти мышцы, если я так поделаю, вы их можете увидеть, да? Вот. Очень хорошо. Надавливайте таким образом, чтобы сопротивление лба тоже присутствовало. То есть у вас противодействие. Вы тренируете сейчас очень локальную группу. Вот эти мышцы шеи, которые поддерживают голову, которые создают правильное давление, которое позволяет кровообращению быть лучше. Чем активнее мы с вами работаем с шеей, мягче, комфортнее. Тем лучше у нас кровообращение в голову. Да? Тем лучше работает мозг. Тем лучше у нас идет движение в плане очищения. В плане пробуждения в том числе. Угу. Хорошо. Если мы это сделали, возвращаем. Дальше. Движение следующее. Ладошкой упираемся в скулу. Вот сюда. Вправо можно. Угу. И начинаем очень мягко поворачивать голову влево. Смотрите, локоть параллелен полу. Примерно, да? То есть не опущен внутренней грудной критке, а параллелен полу. Вытягиваемся в сторону. И когда вы докрутились до положения в бок головы, начните опять же сопротивление. Ладонь выдаются на скулу, скулой выдаются на ладонь. Здесь идет движение, опять же, противовес. Это изометрическое напряжение, которое позволяет вам тоже глубине почувствовать мышцу тела, а точнее шеи и плечи. Ну, а там, где у нас шея, приходит уже в плечи. Ну, давление должно быть, но не резкое, не сильное сразу, а плавное, нарастающее. Угу. Есть. Противоположной рукой вот так все возьмите за голову и докрутите голову назад. Таким образом вы снимите напряжение. Только сделайте это мягко и плавно. Плечи обязательно опущены вниз. Следите за спиной, чтобы она была прямой. Угу. Возвращаем голову в центр, левую ладошку не убираем, сразу переходим на скуловую часть. С выдохом медленно вращаем голову вправо, подбородок параллельно полу. Как только довернули до положения в сторону, начинаем двигаться с определенным сопротивлением, то есть надавливаем. Скулой на ладонь, ладошкой на скулу. При этом ваша рука, левая, тоже напряжена. Так ведь? Она чувствует напряжение, да? То есть локоть у нас с вами расположен параллельно полу. Мы должны здесь ощущать включение рук. Есть. Расслабляем движение. И правой рукой доворачиваем шею, доворачиваем голову за макушку. Представьте, что вы в этот момент на сеансе иммунальной терапии, и вас вращает человек. То есть ваша рука ведущая, ваша шея пассивная. Она выполняет действия уже самостоятельно под воздействием руки. Возвращаем голову в центр. Есть. Вот этот небольшой, маленький комплекс упражнений, касаемый мышц шеи, который бы хорошо прорабатывать. Это не все. Мы сейчас с вами сделаем движение, которое очень сильно стимулирует работу сердечно-сосудистой системы и системы легочной. Для того, чтобы вы смогли понимать, как дать больше доступа к кислороду, как настроить себя на расслабление или на прогрузение, в зависимости от того, что вы будете делать. Значит, у нас с вами есть, я уже показала, да, в работе мышцы ключичные, грудинно-сосцевидные. Это мышцы, которые прикрепляются к трем деталькам, к челюсти, грудине и к ключицам. Поэтому она у нас...